Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Тони. Я немножко решил отказаться от тех игр, которые у нас уже есть на канале и продолжать расширять географию. Тем самым решил вернуться в старые игры, которые все мы уже давным-давно знаем, уже 300 раз проходили, но они от этого не становятся ничуть хуже, поэтому было принято решение начать играть в NFS Pro Street. По NFS у нас с вами будет целая куча все различных частей относительно NFS, в том числе у нас, естественно, будет Payback. Безусловно, он появится на канале, просто исключить эту игру будет неправильно. Почему решил вернуться в NFS? Во-первых, я очень сильно люблю эту игру, я проходил ее неоднократное количество раз, уже не сосчитать. Во-вторых, сама по себе игра мне больше чем нравится, она достаточно разная, то есть здесь представлены именно те дисциплины, которые по большей части интересны и которые присутствовали раньше в сериях NFS, и в них было интересно играть. Плюс здесь есть какой-никакой сюжет, от которого, конечно же, можно отказаться, и вообще, в принципе, его как-то не проходить, но это будет неправильно. Собственно говоря, поступим мы следующим образом, мы будем катать точно так же на руле, у нас также есть наш ручник, рассказывать я, кстати, обо всем этом буду, тогда, когда построю кокпит, я уже начинаю общаться с человеком, у нас уже есть дизайн, скоро, 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 скоро начнем варить. Обо всем об этом я обязательно расскажу. Единственный момент, играть на руле мы будем всего на 320 градусах, то есть это даже, ну вот даже половины оборота нету, к сожалению. Объясню почему. Просто Рид, к сожалению, не заточен под вот такие вот рули, я не знаю, честно говоря, почему. И играть здесь на 900 градусов просто невозможно. Собственно говоря, именно поэтому приходится ограничить себя в диапазоне вращения руля и как-то кататься на короткой рулевой рейке, будем так говорить. Долго тут рассказывать особо нечего, рассусоливать не будем. Начинаем нашу карьеру и погнали! У нас будет целая серия, мы будем очень долго и очень упорно в нее играть. Я специально не пропускаю ролик, дабы вспомнить, что такое ProStreet. Играл я в него последний раз очень давно. Ну что ж народ, пора, мы начинаем! Да, о чем я и говорю, Райл Думер, он, наверное, проблеты закона. Он, наверное, решил уйти из Сумы, да, вы все поняли, о чем я. Ну что и так, был кухни его нахвостелищи, дурных полный, нам свое дело знать. Знаете, вот прикольно, все-таки вот 2007 год, а игры умели ведь делать. Красиво смотрится картинка. Реально красиво смотрит. Физика повреждений, конечно, такая, страдает, но смотреть интересно. Красиво. Внутри игровой ролик, но при этом сделано вот красиво. Оно так, как в жизни стараются снимать некоторые соревнования. Оно выглядит красиво, действительно красиво. Это король, которого мы будем наказывать в конце игры. По-любому, мы будем его наказывать, сто процентов. Ну и что, собственно говоря, сейчас у нас начнется заезд. Спасибо, спасибо. Знаешь, я ведь тоже когда-то был стритрейсером, а потом попал на такие же состязания. До сих пор я поднялся очень высоко, но мелкие гонки до сих пор люблю. Вот, например, Райан Купер на своей зеленой F-13 рано, или поздно непременно станет фаворитом батл-машин. Купер, я даже не знаю, он же делает ошибку за ошибкой. Похоже, планка в последнее время здорово упала. Да, кстати, у короля волна хейта, которую он в процессе игры, даже в самом начале, несет в сторону пилотов. Звучит как-то жестко, честно говоря. И поехали. Ну что ж, вот и Купер, да, все кончики уже на старте, пора начинать. Вперед! Вот так! Продолжение следует... 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 забыл про настройки про помощь сейчас доедем заед и в менюшке все дело конечно информативность руля и работа фидбэка в прострите к сожалению удручают хотелось бы нормального управления но я и пытался найти какие-то моды которые изменяют как-то работу руля в игре но к сожалению ничего не смог найти если кто-то кстати обладает какой-то информацией относительно там каких-то модов связанных с сложностью либо с физикой либо с рулями покидайте в комментарии я буду очень-очень рад возможно я просто плохо искал но опять же хочется частично сохранить как-то оригинальность игры что такое улица прошлой ночи и дверя надежали несколько близко у меня еще не конечко спустим да у меня все включено я думаю что я так еду я единственное оставлю абс и мне здесь в дрейге у нас ставят сцепление так так я не знаю вот что на это будет покоростная отец степа это у нас в дрифте да ну в дрифте тоже степа нужна там плачевать можно хотя бы в дрейге степа нужна оставляем ну и все поехали дальше собственно говоря теперь поедем как нормальные белые люди потому что реально было ощущение что ты в поворот валиваешься она душится она не едет совершенно и мешает надо немножко уменьшить наверно громкость голос момент невероятно громко орет у меня аж вы шаткнули прочелкали на старт немножечко еще в простирике на руле очень большие мертвые зоны очень тонкого руления как такового нету приходится руль поворачивать примерно градусов на 50 чтобы хоть как-то изменилось управление машины поведение на дороге пуская газа можно переключаться представляете в игре это было задумано что а и 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 Там было на хотя бы полгаза поворот проходить, не джахнул машину, а тут получилось так, что прям в самом повороте чёрт меня дёрнул ногу, газа убрать. Две сотенки на финиш, нормально, в целом проехали хорошо, если б не косякнул, было бы намного лучше. У нас там осталось два драговых заезда по моему, драговых, драги это несколько другая вещь, не очень полезная для здоровья. Драг, без разницы, что там все смели, не поедем мы на кобальт, а поедем на тыль. Не знаем мы, что такое драг, поехали, не первый день живём. Единственное, что на руле ещё очень сложно, за счёт опять же очень больших мёртвых зон, нормальный бернаут сделать для того, чтобы прогреть шину очень и очень сложно. Не получается у меня нормально прогреть. Начинаем, да, ещё немного, да, отмоюсь, отмоюсь, отмоюсь. Пролюбил переключение на четвёртую. Ну ничего, у нас там ещё, мы всё равно первые. Я думал сейчас будем в попке, а получилось так, что ничего, нормально, мы даже хорошечно проехали. Не могу я дальше выпрыгать. Переключение на пятую снова завалил. Можно было ещё лучше время проехать. 12.63, попробуем сейчас улучиться ещё раз. Может чё получится. Более-менее получилось даже получше прогреть. Что сейчас было с переключением, но мы всё равно улучшились. Зелёная зона переключался и всё равно не получилось. Ну, собственно, первый уикенд, насколько я понимаю, мы всё выиграли. Ну да. Эткосарей нам дали. Ещё 7.5 хапанули, выбираем сыник, потому что кобальт это вообще дно. Просто лютейшее днище. Чё у нас с картинкой? Нормально. Текстура экрана, вот эта вот серая, которую вы сейчас видите, она в Full HD разрешении, если переводишь её туда в сторону, получается левая сторона. Появляется вот такое вот окошко. Ну, блин. У меня просто экран больше, чем 1920х1800. 2560х1800. Широкоформатник, 27.9. Смотрите. Так. Ну, теперь у нас начинаются гоночные уикенды, на которых, собственно говоря, у нас начинается самая-самая движуха. Я, честно говоря, обычно игру, по секрету вам скажу, ломал всегда на бабки. Мне как-то было, ну, не сложно было пройти. А вот сейчас вот, я не знаю, я хочу попробовать, вот, пройти так, как оно есть. Интересно, что из этого получится. Давайте попробуем. Потому что я никогда так раньше не делал, но мне самому интересно, что будет, если взять просто стоковые тачки, которые есть, и поехать на них этап. Попробуем дрэг. Может, что-то получится у нас на дрэге. Ну, честно говоря, я сомневаюсь. Мне кажется, мы сейчас сливать будем жестко. Erosix 253 силы. Вот. Уже тяжко бороться. Игра, блин, машина фактически почти сток. Ну, турбовый цивиль. Вот так, да, получился наконец. Молодец, ураин, продолжать в том же духе. Танча все начнется, вы готовы? Вот оно, вот оно. Игра, блин. Игра, блин. Со сложностью у ботов в профстрите реально все очень плохо, и это расстраивает. Ну, вот как вот можно было сейчас проехать. Сейчас еще более медленные машины поедут, которые вообще не смогут передать. Хочется какой-то борьбы, блин, не знаю. Чё-то меня зателепало, 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 зателепало. На старте не надо было, руля в сторону отдавать. Медленнее проехали, чем прошлая попытка. Реально медленнее. И снова цификачка появилась, да? Нету борьбы. Хочется борьбы какой-то, а езжи. Это будет настоящий грей. Это будет настоящий грей. Это потом, где я помню. Пустите. Ну да. Ну да. Ну да. Наконец-то чему-то научился. Эй, вы слышите? О, еще и фальт-старт. У противника вообще борьбы никакой. Вот пятую реально на ватички втыкать. В итоге самое лучшее время было последнее, я думал первое. Мне что-то казалось, что я 1261 на первом время проехал. Ну, делаю вывод. На стоковой тачке, которую мы выиграли, абсолютно спокойно можно... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Абсолютно можно спокойно гонять. Не на войне. Ну, и на Seksi поедем. На Seksi мы начинали, я не знаю, честно говоря. Я с удовольствием бы, конечно, машинку поменял. Я под гриб очень люблю Мазду RX-8 Она мне безумно здесь нравится И мы ее обязательно сделаем Обязательно купим Обязательно сделаем Единственное что я с ней сразу говорю Я не буду делать 450 сил Как мне его догнать За своими 140 Ничего Ну это сдаёт мы точно не будем Вот прямо у меня Вот такое впечатление Ну как он У меня 140 У них 450 Что Как Как такое возможно Что там Реновый здесь не нравится Блин в моей тачке 140 сил и я навожу им Да я навожу немного Там у меня за спиной Плетется тачка Но сама суть 450 и 140 Она дальше 4 не едет Ооо все пошел в забор Я знаю где сейчас батл будет На стартовой прямой Они там на закиси по-любому поедут И начнут не навозить Я вот сейчас вот пока сижу еду и думаю Какую следующую часть НФС Начать снимать Они будут в хаотичном порядке Мы не Ну как у меня канал идет Я не зацикливаюсь на одной игре Точно так же будет и в НФС Какой бы НФС вы хотели увидеть Я вот очень хочу Ран Снять Мне эта игра тоже очень зашла Прям очень зашла Как вам Начинать снимать ран Я бы ран вообще стримом бы сделал Потому что он достаточно быстро проходится Сам по себе Фактически его за одну ночь можно пройти Единственное у всех ранов есть косяк Когда есть там карьера у тебя примерно Протентов 70 Игра очень часто начинает вылетать Я не знаю с чем это связано Но сам факт Давай быстро 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 Хорошо тормозится При этом мы играем Кстати на самую высокую сложность Ну и все таки я точно продал Потому что в этой игре он топорный Под грипп он Не комильфон Любую кстати тачку здесь надо настраивать На настройки она очень сильно реагирует Если вы ее правильно настроите То фактически самая Беспонтовая овощеводка Может просто стать чемпионской тачкой Реально Я думал я в отсечку уперся в 194 км в час Еще и удрать от них успел Капец вообще 450 и 140 Я думал я вообще их не догоню Я как бы знаю что Прострит особо сложностью там не отличается Я впервые узнал как вот эту девочку зовут Вот эту вот статья Проходил прострит миллиард раз уже Только сейчас услышал Ее имя в этой игре Бам-пам Ну я насколько понимаю Все Или нет Победа Нет, еще ничего О, тюнячка на все ведь пошла Продолжаем Не тем-то, что не все Поехали Грипп класс Ну нам скорее всего придется проехать все заезды Потому что Судя по количеству очков набранных По итогам данного уикенда Ни у одним заездом мне кажется мы там не отделались Посмотрим Попробуем Посмотрим 355 сил РСХ 155 сил Ну слушайте У нас единственный соперник все Наверное он фактически мне вообще А нет Даже грипп класс Мне не заплевать Он у него нет Жалко что и в игре кстати РСХ рестайл Вот был бы дорез Я бы взял РСХ До рестайла На моем игре А Редпайл Мне не нравится Она ублюдка Она ублюдок Вот реально ублюдка Она такая некрасивая Стала Ну что Драпта не обязательно было Да хорош уже Езжай Либо блин Пусти меня Драпт Ух ты, это группа Б, это хорош Группа Б, да, она мощнее будет Ух ты, это вообще лютый Кстати, коллинию в Рост 3 в этой игре не все так хорошо Там расстояние еще до предмета остается, а ты за него уже загляешь Не прикольно Вот просто обратите внимание, сколько надо повернуть, чтобы машина Контракция изменилась Я фактически делаю поворот примерно градусов на 60 И только потом тачка начинает менять направление движения Звертлые зоны просто огромные Я не знаю, как их побороть, мне это очень не нравится Просто критик, когда играешь на руле Когда играешь на клавиатуре, вообще это все не ощущаешь Но на клаве нет таких ощущений А играть со сцеплением в Рост 3 сложнее, я вам скажу Я его раньше без сцепов всегда катал Такой закосанный чардо с мустангом прям вообще дрались не на шутку пацаны видимо Ну и че, собственно говоря, вот сейчас наверно нам дадут Нет, не дадут Нам не дадут Поехали, сразу заезды проедем Заезд на время И проедем наверно еще один какой-нибудь кусочек И я разобью видео Чтобы не так сложно было смотреть 390 сил Самая сильная тачка Скорбец И дадут на время на слева Почему у нас опять работает трекшн контроль? Че за фигня? АБС только включен, все остальное выключено Какого хрена? ТРЕВОРЫ ТРЕВОРУ ТРЕВОР ΘЭ Продолжение следует... 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 кинуть тормоза у нее хорошие у нее короче кидаем надув второго уровня берем и берем наверное подвеску второй нам хватит не хватает немножко когда подвеску оставим возьмем наверно шины чтобы она у нас рулилась нормально блин на третий уровень чуть не хватает тоже оставим потом поменять все мы поставили короче турбу больше ничего делать не буду единственное у меня колеса потому что заводские колеса rx8 мне не нравятся я сделала они 5 зигень вот такие вот примерно такого размера немножко и сделаем утопление и чуть-чуть пошире полкиничек будет я думаю нормой там 55 зоне не он тоже 55 делаем побольше на них вылет где-то до полкиничка и не делаем пошире чуть-чуть 65 делаем вам и делаем еще и антикрыло вот есть капуста но будет невысокая не сильно широкая так вот ништяк ништяк сейчас мы быстренько еще покрасим диски так я хочу закатать в бронзу легкую такую бронзу вот так вот наверное да ну нет посветлее сделать не все таки сделаем потемнее мне так больше нравится ответ мы ей оставим только мы изменим его сделаем его чуть-чуть поярче все с этим всем закончили теперь у нас есть грибовая тачка как на которой мы можем наваливать и короче погнали вот сюда выбираем выбираем все поехали покупка машины несколько у нас сегодня что подзатянулась а это звезуха но поехали проедем дрэг рейсинг а потом будем врываться на аэркс 8 будем на ней кайсовать короче ауди вот здесь вот ауди меня просто щепки должна расстряхать 265 сил в смысле перегрев двигателя меня на старте такое сейчас было впервые вот реально впервые когда я играл на клавиатуре всегда либо на других рулях мотор никогда бам не делал я прям сейчас удивлял на мёртвом моторе будем участвовать под капотом дымок 1276 неплохое время надо лучше 1260 лучшее время но мне кажется мы его не побьем не возьмем и 1260 мотор слишком машин молодец мальчик прощелкал переключение но при этом смотрите какое время 12 18 слушайте мы очень круто проехали я на такое время на нем еще не выезжал вообще никогда вообще никогда 12 секунд если не провоклил переключение с третьей на четвертую но еще быстрее было круто мне прям понравилось так 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 поедем фактически на стоковый rx8 на которой только улитка ты все больше на ней ничего вообще нет улитка колеса антикрыло все 295 сил на выходе мы получили там можно чуть-чуть подстроить выйти за 300 я думаю там можно чуть-чуть подстроить выйти за 300 я думаю там лучше господи как она рулится просто петь в глупо в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не поворачивайся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Раная коллизия в игре, блин! Что вы делаете? А вот это была подстава, самая настоящая, Mazda страдает вообще просто, да что вы блин, пристраивайтесь перед мордой. Субтитры сделал DimaTorzok Далеко собрался твою мать вот она стоковая, но она тащит, у нее реально запас мощности вот, обожаю роторные тачки, вот обожаю роторные тачки. Я люблю их в других играх, безумно люблю. Я второй Underground прошел, специально создавал профиль на RX-8, по мере прохождения игры, открытия тихо моментов. Снова поедем на битые тачки, поедем на время заезд, да поедем на битые. Вот, я второй Underground специально создавал профиль на RX-8 и с начала карьеры по мере прохождения прошел всю игру вообще на RX-8. Очень крутая тачка, ее надо настраивать. Даже во втором Underground настройка тачек это 50% вашего УЗГ. На любой тачке можно было. На этой трассе я всегда тачку по шламу раскладываю, просто в хлам. Уже коллизия, хотя по-моему нет. По-моему все таки там уже нормальный контакт со стенкой был. ПО-моему все таки. Ау, и мы первые Ой-ой-ой Пробуй, пробуй, пробуй Моё мать, интегра Они все вылетели на этом повороте сейчас Ах Не рассчитал чуть-чуть Ухрена, он не удерживает, я удерживаю Стоит Стоит Эх Стоит 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 Креплен parents У hine o У Субтитры сделал DimaTorzok 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 Огромное спасибо Ставьте лайки Пишите комментарии И не забудьте Написать в комментариях Относительно Других читей NFS Какую NFS вы бы хотели видеть на моем канале Я за NFS Run Если вы точно такого же мнения Пишите в комментариях Либо просто ставьте лайк Я пойму Все ребят Всем спасибо Увидимся в ближайшее время На стримах и других видео Всем пока